Андрей Мерзликин, Мария Голубкина, Екатерина Волкова и другие известные актеры сыграли в спектакле, созданном подростками-инвалидами всего за 12 дней. И все это благодаря уникальному проекту в рамках культурной олимпиады Сочи-2014. А называется он Всероссийский детский театральный конкурс «Класс мира». В нем приняли участие 140 детей с ограниченными возможностями со всей России, а 10 финалистов в итоге приехали в Сочи, где вместе с профессиональными драматургами, режиссерами и композиторами создали свою первую постановку. На премьере побывали и наши корреспонденты. Меня зовут Леонид Туттиков, моя пьеса «Вернуть город». Этих драматургов обычно трудно слушать даже их близких, поэтому за них говорят со сцены профессиональные актеры. У нас есть такое условие негласное, что все, что дети написали, нужно произнести, то есть как к тексту Чехова или Достоевского относиться. В спектакле 10 пьес 10 авторов. Диагноз каждого из них звучит как приговор. Астамир Грабарь из Орловской области никогда не встанет с инвалидной коляски из-за ДЦП. Но он жить не может без футбола и хоккея. Его пьеса о дружбе российского и канадского хоккеистов посреди противостояния их сборных. В 2008 год брался за основу. В то время, когда наша национальная хоккейная сборная стала чемпионом мира по хоккейу. На создание спектакля было всего 12 дней. Написать сценарий, музыку, сделать декорации. Актеры получили тексты за 4 дня. На репетиции осталось 2. Времени на сон практически не было. 5 часов ушла, там в 9 уже репетиции. Конечно, невозможно заснуть, потому что текст надо, потому что мы не можем подвести детей. Профессиональные актеры, режиссеры, композиторы, драматурги и даже декораторы со светителями все работали под руководством детей сценаристов. И дебют не провалился. В зрительном зале аншлаг. Глядя на вот эти детей, которые написали, вот эти пьесы, я понимаю, что это я человек с ограниченными возможностями, только духовными, душевными ограниченными возможностями. И я сюда приехала полечиться. На премьеру в театр приехали паралимпийцы. Поздравить юных сценаристов с открытием, что ограниченные возможности не тюрьма для безгранично богатого внутреннего мира. Я захотела стать драматургом и буду.